Ну что, я направляюсь уходом. Здесь всего 43 километра. Стоит 6 евро. Говорюсь сразу. Хоть Албания и манила меня своей неизведанностью, времени у меня было на нее совсем мало. Мне нужно было проехать ее транзитом довольно быстро, чтобы успеть на самолет из Македонии. Поэтому изначально запланировал я для беглого знакомства два города. Шкодер и Тиран. И надо сказать, что даже это беглое знакомство заставляет меня вновь и вновь возвращаться к планам о вторичном посещении Албании. И эти планы я обязательно воплощу. Албания была для меня абсолютно терроинкомната. В интернете многое про нее пишут и хорошего, и плохого. Расхваливают пляжи, но меня, как всегда, интересует Албания настоящая, непоказная и нелакированная. И я отправился в Шкодер, ближайший в Албании город. Шкодер расположен всего в 13 километрах от Черногорской границы, которая проходится без особых проблем и довольно быстро. У всех пассажиров автобуса собирают паспорта и через некоторое время возвращают их проштанкованными, даже выходить из автобуса не надо. Сам Шкодер город довольно древний. Еще в 4 веке до нашей эры и ливийцы построили тут крепость. В дальнейшем Шкодер прошел все нелегкие этапы в истории Балкана. Сейчас в городе живет около 140 тысяч жителей. Он четвертый по населению в стране. Является важным экономическим центром с развитой промышленностью. В Албании Шкодер также считается значительным образовательным центром. Близость к туристической Черногории тоже подвигает Шкодер к преобразованию в туристической среде. Для привлечения туристов в городе проводятся различные работы, связанные с благоустройством, повышением культурного уровня местного населения и создание комфортной городской среды. Я бы сказал, что развитие это идет, если не так быстро, как хотелось бы, но по крайней мере в правильном направлении. Самая, наверное, значительная достопримечательность Шкодера – крепость, которую я как раз не посетил. Сделаю это в следующий раз обязательно. А пока просто прогулка по городу человека, который оказался в Русске впервые. Итак, я в Шкодере, в первом городе этой неизвестной, непонятной пока страны Албании. Сейчас нужно найти автобусную станцию, чтобы потом, после того, как я посмотрю в город, отправиться дальше в столицу Тирану. Это, наверное, центральная площадь, здесь высокие дома, здесь хонтан и по всей видимости театр. Сразу бросается в глаза, что здесь гораздо больше велосипедов и людей, которые на велосипедах ездят. Причем ездят не в спортивных или развлекательных целях, а в чисто ультилитарных. Это транспортное средство, средство передвижения для многих-многих-многих-многих-многих жителей Албании. Великолепная мечеть, я ее посещу попозже. Сдается мне, что как таковой станции нет, и автобусы отходят вот отсюда. Замечательный киоск, инфокультуры. Напротив, великолепная мечеть, очень красивая. Здесь пристают цыгане к людям. Пойду, посмотрю мечеть. Современное здание отеля, и за него виден крест. Наверное, французсканская церковь, потом подойду. Это совсем рядом с мечетью, и здесь, насколько я понимаю, пешеходная улица. По ней можно прогуляться. Но сначала мечеть. Во дворе мечети полно цветов, и пальмы растут тоже. Парковка велосипедов. Да, здесь это очень распространенное транспортное средство. Я ни разу не видел мечеть вот с таким вот ухоженным перед ней парком. Не паркаем, а, ну, зеленая зона. Очень красиво смотрят в сочетании белого и зеленого. Здесь есть дата 1416-й и 1995-й, наверное, когда это была мечеть восстановлена. И красные гладиолосы здесь растут. Что интересно, во дворе мечети сохранился памятником, наверное, каким-то борцам за социализм. Социализм очень такой памятник характерный борцам за албанскую социализм. И они идут в сторону мечети. Я считаю, что когда приходишь куда-то, где есть свои законы, правила, то необходимо их соблюдать. Я собираюсь зайти внутрь мечети, посмотреть, что там, как. Поэтому по правилам помою сейчас ноги, лицо. И надену штаны. И надену штаны. Морис trynabon awards. О nuovo супермаркет. Рюша. Морис масса. Лапе. Рюша. 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 Еще здесь во дворе поставлены столы для каких-то общих трапез. Пешеходная улица, образец которой взят албанцами из других городов, это ресторанчики, довольно дорогие магазины. А вот слева здесь есть, по-моему, православная церковь. Я не пойму, к какой конфессии она относится, эта церковь. Но симпатичное очень здание, красивая отделка и по форме интересно. Поворотов на замке, наверное, возможен только внешний осмотр. Ну что ж, посмотрим снаружи, раз нас не хотят видеть внутри. Береки паркуются всюду, причем часто они даже не привязаны, никак не пристегнуты. Моторулеров тоже полно. А вот албанский кошка от меня убегает. В общем-то, этот пешеходный райончик выглядит победнее, чем в других городах. Хотя содержание его тоже отличается тем, что припаркованы везде много велосипедов. Письма, демократичный вид транспорта. Какие-то дома получше отреставрированы, а какие-то похуже. Архитектура, ну, я затрудняюсь со стилем. Красивая католическая церковь, но закрыта, не войти. Вообще, в Албании уживаются три конфессии основные. Это католики, православные и мусульмане. И между собой, вроде бы, особо не конфликтуют. Потому что всех их, собственно говоря, объединяет общее социалистическое, атеистическое прошлое. Да, я правильно догадался, это францисканцы. Неплохо отреставрированный жилой дом. И дальше я опять выхожу в туистический квартал. Вот снизу отреставрировано, а верхний этаж нет. Вот так это выглядит в сочетании. Вот в этом, наверное, особый признак Албании. Отремонтированный фасад. Но вот за этими окнами можно увидеть, что сзади-то ничего нет. И если мы пройдем сюда, мы увидим, что эта стена тоже отреставрирована. А если подойдем к окну, которое разбито, кстати, то увидим, что внутри себя представляет этот дом. Это разваленный без крыши. Еще одно старинное здание тоже стоит полуразваленным. И соседствует рядом с рядом стоящими, очень красиво отреставрированными домами. То есть вот как вот идешь, по левую сторону красотища, по правую сторону бывшая красотища, которая требует, конечно, реставрации. Хотя дом вот видно, что очень хороший, очень симпатичный. Где эти? Где эти хэллоу? Хэллоу, дети? Хэллоу? Хэллоу? Вот албанцы стараются сделать это место таким туристическим уголком с красиво отреставрированными, вырезанными улицами. Ну, что-то получается, что-то пока еще сделать не успели. Народу здесь немного. На этой площади расположена кирка. Она, конечно, тоже закрыта, и пройти ее нельзя, даже во двор. Помидоры 30 лек, огурцы 30, бананы 170. Здесь памятник какому-то народному герою, по всей видимости. И небольшой рынок. Картошка 30 лек, очень дешево. Это меньше 15 рублей. Вот, по 40 лек. Арбузы по 30 лек. Да, цены здесь, конечно, гораздо ниже, чем в соседней Черногории. 30 лек помидоры, копейки. Ой, сколько барахлянной обуви продается. Это обувь БУ. Целый прилавок. Огурчики 20 лек. 40 лек. Перец 15 лек. 30 лек. Небольшой лук. Арбузики по 25 лек. Добрый, добрый. Взял мороженое. Все, здесь 10 лек порцию. Копейки. Где-то уже продолжается базан. Кризисы неимоверные. По-моему, здесь никогда в жизни никто не брал в руки мецлу. О, выпрыгнул. О, выпрыгнул рыба. Рыба. Тут же и чистят рыбу. Тут же отходы валяются. Мухи ужасные. Вот сейчас иду по одной из центральных улиц. По сути, это базарная улица. Вокруг торгуют. Всем, чем ни попадя. Справа и слева лавки. Порой товар валяется прямо на полу. Тут и книги, и сантехника, и разная бытовая техника, и одежда. И все, все, все. Вот какое-то симпатичное здание с магом Албании. А внизу открыты магазины. Часть товаров на улице. Современные здания. Интернет. Интернет-бар-кафе. А, какая красота. Погулять по Шкодеру мне хватило пары троих часов. Не особо интересный город. И сейчас я управляюсь в Тирану. Проезд товар должен стоить 3 евро. Что по сравнению с Черногорией довольно дешево. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова